Валим в шушмар Здоров Очень жестоко Болото Вот начинается болото И получается нам остается проехать Сейчас 66 километров еще И там, то есть уже видно Что болото начинается А шушмур это вообще, ну как бы То есть десятки километров вот этих непролазных болот Вот такой лес Он жутко меня немного напрягает Вот то есть оно до сих пор сохранено Но есть все-таки внутри какое-то Такое, знаешь, таинственное Какое-то Блин, переживание что-ли По дороге встречаем кучу мертвых змей Прямо вот на этой трассе Вот одна из них из мертвых, но нам придется запикать эти кадры То, что написано, что здесь куча огромных змей То есть пока мы мелких встречаем Ну если я встречу вот такую канат Я из палатки влазни И нам жить в этом лесу Целую ночь Целую ночь будем находиться В Подмосковье есть озеро У которого нет дна Этот водоем окутан тайными, загадками и легендами Озеро имеет два названия Бездонное, также Смердячие Свое второе название получило за характерный запах сероводорода Дно озера заполнено илом и остатками погибших деревьев По иным данным, озеро вообще может не иметь дна Так как является карстовым колодцем По легенде, связанным с мировым океаном В народе ходят легенды Что на поверхности озера находят предметы океанского происхождения Спасательные круги ВМФ США Древние обломки корабля с латинской надписью Святая Дева Мария Иная легенда гласит Что круговой формой озеро обязано ударным кратерам от метеорита Поэтому местность намагничена И на технических средствах связи возникают помехи Запах же сероводорода может провоцировать галлюцинации Исходя из вышеперечисленных фактов Место издревле было центром силы Для поклонения силам природы Язычников Христиане, по легенде, поставили рядом храм Но духовенство было себя не лучшим образом И храм сгинул в бездонной пучине озера Сейчас, стоп, сколько здесь? 9%? Да 9% Так, сейчас я фокус сделаю 9% на GoPro Пока мы ехали и делали засъем этих красивых мест Собственно, зарядка была, сколько, 5%? 5%? И оно постепенно, оно постепенно 4% Да Растет Я не знаю, реально аномальная зона так влияет Мы отыскали рощу, березовую рощу Да, да, да Гнутыми деревьями Очень странно выгнуты деревья То есть это уже начало, как бы вот эти гнутые деревья, где пошли А вот мох Он растет везде О, он жесткий какой, посмотри И смотри на заряд Заряд 11% Так, погоди, я здесь сниму Чтобы вы видели 11% Чуваков И мы вот уже находимся, получается Так, сейчас я какую-нибудь здесь сделаю Так Смердящего озера Вот такого вот она, получается, круглого размера Все, пойдем посмотрим Нет, че он тебе похоже Даже тут написано на головке Поселок Бакшево какой-то Какое оно огромное Я даже с собой взял специальный электромагнитник, чтобы проверить, какие здесь будут показания Охренеть Чувачок, пойдем Вроде надежная конструкция Так, дальше уже, я думаю, опасно Да, и ты знаешь, что самое страшное? Что здесь около 32 метров глубина И двойное дно, насколько я читал Я постараюсь, друзья, сейчас на самый край ступить Самое интересное то, что я дна, я дна не вижу Здесь просто черная бездна Там просто тьма Тьма и только Тимофей поехал Вокруг озера Сейчас он уже возвращается Ну, что там, чувачок? Короче, там не очень место Я думаю, мы остаемся здесь Тут самое адекватное И как бы, если какое-то свечение Там мы сейчас еще истории изучим Отсюда будет лучше видно Вот, и здесь спуск как бы такой Адекватный тоже Одна комната уже готова, друзья Да, давай посмотрим Давай Это будет комната Тимофея Отлично, смотри Мы разбили лагерь Сейчас минут через 10-15 пойдем за дровами, чтобы заготовить на ночь Наверное, до часа, до двух ночи мы спать не будем точно Да, да Мы должны реально посмотреть, что происходит в этом месте Ну, посмотрим, что будет ночью, потому что сейчас еще как бы Еще даже не стемнело Пока рано судить об этом месте, да И чуть позже у костра мы вам расскажем истории Обязательно подпишитесь на мой канал На канал Дениса Они будут в описании И поставьте лайк И посмотрите этот ролик до конца Потому что это будет очень интересно Дальше вас ждет небольшой сюрприз Отруби его вот здесь Вот тут О О Нет Он еще не знает, что я придумал То есть, посмотрите на это 40 Я ошибся Оговорился первый раз Здесь глубина 40 метров Обратите внимание, что здесь очень тихо Здесь даже птицы Вот нет, одна крикнет и тишина Уже темнеет Скоро можно будет приступать к эксперименту Через сколько потемнеет, чувак? Ну, пойди через полчаса Чего сейчас было? Чувак, вот сейчас я стоял И меня звал по имени Денис Денис Тебя сейчас звали по имени? Да, да, да Не, чувак Чувак, стой, подожди Я стоял здесь И записывал то, что тебе видеть нельзя Откуда звук был? Снимал, пока я там разговаривал Ну, возле палатки Все, я закрыл камеру Подошел сюда И вот такой Да нет Да нет Просто вот из глубины леса Откуда-то издалека Чувак, ты не пи***ешь? Нет Бл***ь, ты не пи***ешь точно Да нет Это что за хрень, бл***ь? Чувак, ну я не кричал Это можно увидеть по камерам Не получилось снять это на телефон Но уже GoPro начинает себя вести очень странно Сейчас мы вам продемонстрируем это Снимай Ты посмотри Бл***ь, бляди, бляди Бл***ь, бляди Вот видите, картинка как дергается И то есть это с двух сторон Да Давай фокус сделаем Угу Твою мать Это что за хрень? Ты посмотри его Вот сейчас просто Как эффект какой-нибудь глич Какой-то хрень Она трясет Это что такое? Бл***ь, здесь походу очень сильно магнитное И вот там, и вот там особенно Магнитное поре Я б***ь! Че за... Че такое? Чувак, погоди Ты что опять? Погоди, погоди Ты чё делаешь что-то что-ли? Это второй раз уже, слушай Чёрная вот эта, да? Слушай, стоп, давай выдохнем, давай выдохнем и спокойно просто порассуждаем. Почему камера может так делать? Она не прекращает это делать, посмотри. Да, я вижу. Она делает то же самое, что и уже минут 30. Давай делайте выводы. Заряд 40%, грубо говоря. Я ее выключаю? Да. Заряд 40%, весь день все было нормально, пока светло? В нем было все нормально, мы ходили по всему уже этому лесу. Камера заряжалась самая. Да. И как начало вечереть, оно даже здесь начало себя вести. Очень странно, вот эти вот тряски на камере. Что странно, я тебе сейчас скажу, что странно. Мы заявляли, что за 10 минут с нашим сознанием ничего не произошло, но посмотри, какие сейчас фейлы происходят. Мы просто видим всякую хрень, но начинают мерещиться вещи, которых не существует. Не существует. Она не выключается уже, вот сколько я ее выключил? Она не выключается. Она залипла и не выключается. Никогда такого не было. Она не выключается. Аккумулятор приходится, придется же доставать туда, ручную. Чувак, это что-то страшное. Посмотри, ты посмотри на это. Мы с тобой были возле Змеиного камня. Помнишь, когда мы ездили? Год назад. Это в Шатуре. И такого не было. Вообще не было такого. С техникой было все абсолютно нормально. Это первый раз, когда мы в аномальной зоне попадаем вот в такие передряги. Заряжается сама камера. Сейчас она не выключается и ведет себя странно. И это только начало. Я в махере вообще, чувак. Что, блядь, происходит? Еще даже не потемнело. Меня видно? Ну да. Ну не сильно, но. Куст, твою мать. Куст. Вот так я проходил. И он, получается, перекрывает дорогу. И я увидел, как будто кто-то пробежал. А, вот пришло время прямо сейчас прочитать вам истории об этом месте. Там у человека меняется сознание, что стоит за загадкой Таня Озера Смердячий. О, давай. Обидное название трактуют по-разному. Например, говорят, что всему виной мутная вода, от которой несет тухлыми яйцами. Сероводородом. Но есть и другая версия. Якобы когда-то стояла здесь церквушка на берегу. Да провалилась в воду вместо со священнослужителем, который находился внутри. Отсюда и выражение «смерть Дьячья». Интересно. То есть вместе с Дьяком провалилась церковь под воду. 40 метров на секундочку. 40 метров в землю, и потом образовалось озеро. Называют это озеро еще Подмосковной Хиросимой. Озеро Смердячий считается одним из самых загадочных мест Подмосковья. Здесь не только странно пахнет, но и наблюдаются аномальные явления. Ты заметил здесь странный запах? Ну, есть какой-то, да, присутствует небольшой какой-то вот... Даже не знаю, с чем странный. Ну, не серый водород ярко выраженный. Я его здесь не чувствую. В четырех километрах от озера находится поселок Бакшеево. Ты сейчас сидишь на деревяшке, на которой написано Бакшеево и стрелка указателя. Поселок Бакшеево какой-то. Мы обратили на это внимание, как только приехали сюда, но сейчас просто были шокированы, когда... Да, 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 как увидели, что там написано. Да, да, да. А посмотреть есть на что. Например, вода в смердячем красно-коричневого цвет. Такую окраску придает в воде торф. То есть это, по сути, болото? Это, по сути, болото. Чего? Ну, торф опасен тем, что, я думаю, что вот болото-то тоже торфяные. То есть, мало ли что там образуется и засосет тебя туда. Я не знаю, это стрёмно. Да. Это стрёмно, это реально страшно. Это сероводород, который выделяет вода. Именно поэтому озеро и прозвали смердячем. Видишь, тут написано, что после того, как церковь ушла под воду, она приобрела такой цвет и запах. Но при чём здесь церковь? Ну, да. Максимальная глубина озера, которой удалось зафиксировать исследователям, не превышает 40 метров. Чувак. Это очень глубоко, чувак. Нет, это очень глубоко. Хренеть просто. Учёные предполагают, что смердячее озеро образовалось в кратере, оставленном метеоритом, который упал в этом месте около 10 тысяч лет назад. Причём воронка оказалась в несколько раз больше той, что осталась там, где упал Тунгусский метеорит. По подсчётам специалистов, силой энергии взрыва смердячего метеорита была в 10 раз больше бомбы, сброшенную на Хиросиму. Ты представляешь, какая это жесть? Представляешь, да? Хренеть, блядь. А вот что касается аномальных явлений, наблюдающихся на берегах озера, то тут учёные пока бессильны. Так многие уверяют, что точно слышали возле смердячего озера колокольный звон. Серьёзно? Колокольный звон! Ты серьёзно? Если я сегодня, пока ты спишь, услышу что-то подобное, я завожу машину, бросаю оборону. Чувак, меня бросишь? Извини. И мне чувствуется, что будет что-то ещё. Чёрт. Говорят, что он раздаётся с колокольни церкви, ушедшей под воду. Впрочем, скептики думают, что так влияет на человеческий организм сероводород. Может быть, поэтому мы чувствовали что-то странное с головой, потому что здесь сероводород. Может быть. Может быть. Отравление этим газом может привести к отёку лёгких, судорогам и даже коме. Возможно, всё, о чём рассказывают очевидцы, всего лишь галлюцинации. Но как бы то ни было, специалисты не советуют устраивать у смердячего озера привал и вообще долго там находиться. Чувак, мы здесь уже часов шесть. Друзья, вы обязаны поставить этому видео лайк, написать поддерживающий, продвигающий комментарий, подписаться на наш телеграм-канал, где вы всегда узнаете новости. Мистическая корпорация Вичханта. И охотник на видео. Вокруг не души, даже птицы притихли, становятся не по себе. И откажущаяся искусственность озера, и от страшной тишины. Так, мы уже говорили сегодня, что здесь аномально, тихо. Всё, всё подтверждается. Пока, пока нет ни одной зацепки, чтобы этого не произошло. Всё, как написано. Практически всё. Ну да. Чё ты там услышал? В воде буйкает и что-то воет на том берегу, слушай. Ты слышал? Чё это? Да я не знаю. Слышишь это? Это человек, да? Это сейчас что за хуйня было? Бля, почему, сука? А ты камеру включил? Я только сейчас её включил. Бля, с... Это что, сука, там горяет? Бля, там сейчас короче, пи***ц. Чувак, это чё было? Надо затянуть свет, чтобы мне пи***цать. Попустим, бля. Погоди. Чего, чего? Чего? Сука, что за звук там, блядь? В траве где-то. Бля, сейчас только что. Какая-то говнина огромная. Просто с разбега. Плюхнулась в воду. Здесь кто-нибудь есть? Ты слышал? Ёбать! Ёбать! Ох... Тихо, тихо, погоди. Вы просто послушайте это, этот... Здесь кто-нибудь есть? Ох... Дай знак! Ёбать! Это чё за хуйня? Я такого, я такого ещё не слышал. Ни в одном лесу. Чувак, а впереди ещё и сюрприз. Петрусиский уже, блядь, полный, по-моему. Давай-давай ещё раз. Давай просто, последний раз. Давай. Здесь кто-нибудь есть? Дай знак! У-у-у! Твоё чё за хрень? Ты слышал? Булькает. Ау! И оно вот так по кругу идёт. Оно идёт по кругу. По кругу! По кругу раздаётся этого. И возвращается сюда, блядь. Да-да, по кругу раздаётся, по кругу озера. Ох... Оно по кругу. Я не знаю, передаёт ли это камера. Мы очень надеемся, что вы это слышите. Это что-то невероятное. Это я? Это сейчас наши разговоры были? По-моему, нет. Кто это? А? Хринеть. Это чё, блядь, блядь? Ты слышишь? Чё это такое? Чё, чё, чё? Блядь. Твою мать! Как это стрёмно! Там, блядь, что-то булькает. Как это стрёмно! Там что-то крупное, блядь, булькает в воде. Кто здесь? Это, блядь, не человек, чувак. Ты понимаешь? Чувак, это... Сука! Ты, блядь, не пугай меня. Так ты чё, угораешь, блядь? Блядь, это не мотылёк. Это чё за хрень? Она тебе съела? Где? Ну, убери её! Чувак! Пошли отсюда! Ну, хуй! Это было что-то невероятное сейчас. Да, чувак, я не то что об***л. Я до сих пор себя прийти не могу. Это что? Это что? Оно по кругу! По кругу озера! Вот ты начинаешь кричать, и оно раздаётся по всему. Мы сейчас посмотрим это видео, и узнаем, слышите вы ли то же самое, что слышали мы. это просто... Это страшно! Это кто-то ко мне. Страшно, но мы не должны терять голову, мы не должны терять голову, мы здесь специально снимать именно такой ролик. Это жесть. И я думаю, он у нас удаётся. Пойдём, пойдём отсюда, чуваки! Пойдём! Чувак, ты еб***ь! Чувак, от Средневекович! Ну, чё ты смотришь? Ну, чё ты там ходишь? Ну, что? Пришло время для сюрприза? Ну, давай. Смотри, ты сейчас включаешь свою камеру, остаёшься здесь, и пишешь на камеру примерные ассоциации того, что ты можешь представить, что я мог бы придумать. А я тем временем схожу вниз, мне нужна верёвка, и скоро вернусь. Чё ты? Можешь мне верёвку дать? Чувачок. Спасибо. Мужик! И только я тебя прошу об одном! Не подглядывать! Ладно, чувак. Не подглядывай, говорит. Тимофей ушёл делать свой сюрприз. Вообще, без понятия, что он там может делать. Говорит, не подглядывай. Можно подумать, что я отсюда, в принципе, там что-то могу увидеть, да? Я даже не представляю, что там, блядь, может быть за сюрприз возле озера. Друзья, если вы напишите свой комментарий, что это за сюрприз. Может быть, вы угадаете, не знаю. что-то там. Так, дружище, теперь самый главный, самый главный момент. ты сейчас берёшь мою куртку и завязываешь себе глаза. Ты хочешь нахер утопить меня там, походу, чувак? Нет, я не хочу тебя утопить. Так, завязать глаза? Да. Так, можешь взять только прожектор, пожалуйста, в свои руки. Я возьму камеру GoPro. Так, давай, я беру тебя за руку, дружище. Пойдём за мной. Ступай здесь нормально, здесь хорошо. Чуть левее на меня. На чистом доверии. Не волнуйся, здесь хороший спуск. Не очку, не очку, идём. Я понимаю, ты мне доверяй, я же вижу, куда ты вступаешь. Я тебя держу, вот давай за руку тебя возьму вот так вот. Всё уверен, никаких обрывов нет, ни камней. Отлично. Я никогда своим близким не наврежу. Друзья, говори, я снимаю на собой. Пожелайте мне удачи. Я вообще без понятия, нахера тебе верёвку возле озера, бля? Ты хочешь там что-то привязать? Ну, да, хочу кое-что привязать. Так, дружище, только не говори, что ты хочешь, блядь, меня туда привязать. Да, тебя туда не хочу привязать. Так, всё, можешь снимать повязку, я подержу твою камеру. Чёрт, чувак, чувак, мы будем купаться. Ты хуй, чувак, после того, что там плавает, блядь, булькает. Ты, мать, мы, я тебе говорю, что мы сегодня, мы должны сейчас с помощью этой верёвки, потому как я, конечно, переживаю за нас обоих, смотри, как это будет выглядеть. Мы берём верёвку, с помощью этой верёвки я привязываю себя, делаю на себя петлю и заплываю ровно вот туда, примерно на 2 метра от причала. Чувак, ты безумец, блядь. Самое интересное то, что после этого, после того, как я это сделаю я, это делаешь ты. Нет, чувак, почему я... Всё, мужик, за что, чувак? Мы это сделаем. За что? Просто представь, сейчас вот на секунду, мы здесь, слышали странные звуки. Здесь гробовая тишина. По некоторым слухам, здесь якобы ушла целая церковь с дьячком на дно. Здесь торф, здесь сероводород и раздаётся эхо ровно по кругу. И мы здесь искупаемся. Это должно меня как-то обнадёжить? Нет, это должно тебя закалить. Дружить, это должно... Друзья, сейчас мы привязываемся. Я заплываю первым, потом заплывает Денис. после этого вы обязаны подписаться на канал, поставить лайк и написать поддерживающий, продвигающий комментарий. Чувак. Я сам очень боюсь. Ты не волнулся. но этого, я думаю, ночью на смердячем озере не делал никто. Полные штаны, блин. После того, что мы там слышали, что там кто-то болтыхался, булькался. Блядь, это пиздец. И сейчас мы хотим никуда нырнуть. Самая лучшая мысль, чувак, что тебя посещало за сегодня. И только мы слазим в воду, опускаем руки. Это что сейчас было? Здесь постоянно какие-то звуки. Кто здесь? Короче, опускаем руки, ты отпускаешь руки, и это будет считаться за то, что ты прошел обряд посвящения, нахуй. Обряд посвящения. Чувак, ну, извини меня, здесь 40 метров глубина. И я более чем уверен, что вот этот мост, он служит именно для того, чтобы здесь спускать лодку на воду. Не для купания. Ну, ясен-пей, не для купания. То есть, осень. Сейчас холодно. Вот. Пойдем. Вот это вот, собственно, петля. Если вдруг со мной что-то произойдет, Денис сможет вытянуть меня, чтобы оно... В теории смогу вытянуть. В теории. Только лишь теория. Но мы не собираемся докладывать это чисто страховка, мало ли что. Сука, я надеюсь, что там нет никакого дерьма в этом озере. Ну, а раз здесь рыбу ловят, значит, нет никаких ядерных отходов, там, блядь, какой-то грязи, правильно? Ну, это по идее, да. Блядь, вот резко у меня... Вот мозг, как работает человек, смотри. резко я поверил в водяных, во всякую хуйню. Руки отпускаю. Все. Блядь, нет. Это что-то слабоал. Вот. Ху, блядь. Что, нормалек? Что такое? Ты прошел испытание, чувак. Я прошел испытание. Ну, я, блядь, надеялся, что меня что-то за ногу схватит хотя бы. Блядь, еще раз, что ли, попробовать? Серьезно? А ты хочешь? Ну, это страшная хуйня, я тебе скажу. Блядь, сердце просто колодится невозможно. Теперь твоя очередь. Я должен это рассказать, перед тем, как ты поплывешь. Ощущения такие, вот ты отталкиваешься и руки только отпускаешь. Ощущение такое, что ты проваливаешься в бездну. Но, я рад тому, что тебе предстоит это испытать тоже. Твоя очередь! Ты уже ищущая! Может без веревки? Это, иди. Ну, рискнешь? Без веревки. Попробуй? Ты хочешь? Типа экстрим еще больше, Да давай без веревки. Серьезно? Ну, давай. Давай. По приколу, получится, нет? Я ты позу выбрал. Поза, поза. лягушки просто. Пиздец. Ну, почему? Ну, почему? Я же бы не хотел. Одна, не советую касаться, а вдруг засосет. Блин, ты гонишь? Нет, я не гоню. Ты решишь сейчас именно сказать? Я предупреждаю, ну, чтоб ты знал. А там она есть? Ну, по-любому есть, но она тина, короче, трясина, по-любому какая-то. Ты видел ему палку пихать, чем она пахнет? Чем больше ломаешься, тем больше в голове, короче, возникает вопрос. хуй я тут делаю. Давай-давай, сползай туда. Тебе нужно, тебе надо туда сползти, оттолкнуться, руки отпустить, чтоб видно было, что ты руки отпустил. Да-да-да, страшный. Чуть отпустить руки тебе нужно вот так вот пару раз махнуть в воде руками. Да оно как будто засасывает, ну, чувачок. Ну, чувачок, просто чуть-чуть руки отпустил раз, вверх вот так подними их и все, и красайся сразу бревна. Да, бля, ссык. И все, засчитан. Бля, визу. Я тут отвечаю, там прям засасывать начинает. Чувак, да ты надумаешь, на самом деле. Страшно, бля, ты сейчас чем дольше в воде находишься, ты больше мерзнешь. У тебя хотя бы веревка была. Хорош, хорош, хорош. Да, красава, 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 все, все, Денис, молодец. Он сделал это, он сделал это, он это сделал. Это точно заслуживает, чуваки. Ну-ка, скажи им, скажи им то, что должен сказать. Денис, говори. Чуваки, это пиздец страшно. У меня, бля, там сердце чуть не в пятки все ушло, блядь. Пойдем, пойдем одеваться. Ебать у меня пульс. Ну, погоди, стой, подержи, подержи фонарик. Я потрогать хочу. Твою мать, да у тебя, блядь, там 140. Это реально бездна. Давай, как же так? Вот, порезал. Да, порезал. Ну, самое приятное то, что мы, мы на самом деле, справились. У нас просто стальные яйца, я скажу. Да, да, Ну, давай не будем себя так нахваливать. По-любому есть, например, Дима Масленников, который, блин, ну, не знаю, стал бы он таким заниматься, но сотни ватым. Мы поставили цель сегодня в аномальной зоне искупаться в Смердячем озере, о котором ходит так много легенд. Денис поранился, мне повезло, но мы сказали, я сказал, сделал, и Денис сказал, сделал. Это самое главное, это самое главное, я считаю, это заслуживает лайка и комментария и подписки на канал. Заметь еще, как свет быстро у нас сел. Да. Вот в это я верю, что здесь реально аномальная зона. То есть, то, что написано, действительно, правда. Большинство не зато. я не знаю насчет церкви, но метеорит вполне вероятный. Что, блядь? Тихо. Не свети туда. Давай, запишем звук. Пойдем от костра. Направьте фонарик вниз. Друзья, слушайте звук. Че начну видеть? Я включил. Звук на 200, на 300 сделаешь потом. Что это за говно? И он как будто к нам приближается. Плывет как будто. Тихо. Брось. Брось их. Мне самому страшно, пиздец. Блядь, это что за говно? Это не сова же, да? У нас оружие есть кого-нибудь? Нихуя. Тихо. Друбовик, но это же помпор. Топор. Ну, это, блядь. Так больно. Топор, да. Да, ребята, нам как-то сейчас вот реально сейчас вот шучу. Может, это животное. Но до усрачки страшно, потому что что-то плывет в нашу сторону и издается стонущие звуки, как будто умирающее что-то. я сейчас подойду попробую поближе. Да рекордер на всю сделай. Ебать, рот. Давай, без света аккуратно. Без света аккуратно спускаемся вниз. И пиши, вообще без света. Пиши звук. Блядь, вот и дождались, короче. Как будто прекратилось. Да, прекратилось. И представь, сейчас прямо перед нами. Прямо перед нами. Представь, прямо сейчас начинает орать. Страшно, страшно. Толк, срач. Страшно. Слушай, давай еще стоим минуту. Если ничего не происходит, то мы идем смотреть туда. Это максимально странно сейчас было. Но это явно не птица какая-то. Что это было за дерьмо? На горизонте я не вижу ни чего абсолютно. В воде ничего нет. На воде тоже ничего нет. Кроме вот, блядь, как будто голова торчит там из воды, да? Да, да, да. Погоди, я попробую зазумить. Блядь, как будто кто-то смотрит из воды. Это уже начинает поддавливать, если честно, на мозги покапывать вот такие моменты, потому что это были стоны, как будто бы женщины. Вот, это напоминало, чтобы вы понимали, это напоминало именно как будто кому-то нужна помощь, и кто-то стонет. Я надеюсь, что звук записался. Я такого, по крайней мере, я очень часто бываю в лесах, знаю звук, как кричит лось, там, допустим, хрюкает кабан, там, да, филин, там, как шумит. Но это, это было что-то новенькое для меня сегодня. Да, я не знаю, в чем дело, вот так вот оно произошло. Кручу камеру, пойду смотреть, что там будет происходить, если что. Чувак. Чувак, блин. Чувак, ну, блядь, я могу сказать только одно, спокойные, блядь, ночи. Ну что, друзья, проведя здесь ночь, мы не услышали, попался в свою же ловушку. Я же говорил вчера вам, что я делал растяжку на случай, если кто-то пойдет. Мы не услышали колокольный звон с одной этого озера, по легенде. Что касается оборудования, да, оборудование ведет себя здесь странно. Особенно камера. Садился свет мгновенно, просто, просто подумайте. Прожектор с двумя, с двумя аккумуляторами, только что установленными, заряженными полностью, потому что подготовку к поездке мы проводили очень тщательно. Вот я стою, наверное, последний раз у этого озера. Благодаря ему мы провели очень интересное время. Было классное приключение. И сейчас будем собираться и отправляться в следующую локацию. Субтитры создавал DimaTorzok